В эфире «Сыскное дело» в студии Алины Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о громких арестах, ведомственных проверках, масштабных спецоперациях и подведем криминальные итоги недели. Самару вновь атаковали телефонные террористы. В ночь на вторник в девяти гостиницах силовики искали бомбы. Анонимные звонки в полицию поступили во втором часу. В результате проверки взрывчатых веществ в здании не обнаружено. Это уже третий случай ложных сигналов о заминированиях. 12 сентября неизвестные сообщили о наличии взрывных устройств в восьми торговых центрах Самары, а 5 октября людей эвакуировали уже из Тольяттинских торговых центров и школ. Подозреваемых в ограблении банков задержали в Самаре. Сумма ущерба составила около 20 миллионов рублей. Все преступления совершались по одному сценарию. В банки врывались неизвестные в масках, угрожали предметами, похожими на оружие и похищали деньги. Были и жертвы. В середине сентября погиб охранник. Петр Стрельцов пытался выбить из рук грабителя оружие резиновой дубинкой. В ответ получил две пули в живот и одну в руку. Скончался охранник в больнице после операции. 17 октября при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии удалось задержать четверых подозреваемых. В гараже, который принадлежал одному из них, нашли целый арсенал оружия. Одна из находок была уничтожена саперной группой ОМОНа Росгвардии. Во время проведения обысковых мероприятий в гараже, который принадлежит одному из задержанных, было обнаружено большое количество огнестрельного оружия, среди которого автоматы, пистолеты, гранаты, большое количество боеприпасов, маски, которые, возможно, использовали во время совершения преступления. В настоящее время все подозреваемые задержаны по статье 91 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Следствие по делу продолжается. Взять штурмом позиции противника, уничтожить условных бандитов. Сотрудники Самарского ОМОНа провели учения. В условиях, приближенных к реальным, отработали тактические и боевые навыки. Полевые выходы ОМОНа проходят дважды в год. Как справились бойцы с задачей, увидела наша съемочная группа. Входим по опутке леса, заходим за дорогу, за грунтовую, за овраг. Здесь тоже будет овраг. Выдвигаемся за оврагом. Бойцы Самарского ОМОНа слушают инструкцию, прежде чем отправиться на задание. Любоваться красотой осенних пейзажей или здешней фауны нет времени. Задача серьезная. По легенде необходимо выяснить, где засели вооруженные бандиты. Чтобы незаметно подобраться к укреплениям, занятым условными боевиками, ОМОНовцы, прячась за холмами, делают крюк. Сегодня работают три группы. Две штурмуют позиции противника, третья группа блокирования. Должна остановить боевиков, которые попытаются уйти. Как выясняется, условные боевики в каждой из этих построек. Задачу бойцам ОМОНа усложняют спрятанные взрывные устройства и мины растяжки. Сначала нужно справиться с ними. Затем, прикрывшись дымовой завесой, ОМОН начинает штурм. Условный противник уничтожен. И сотрудник в Росгвардии никто не пострадал. Такие полевые выходы у бойцов Самарского ОМОНа два раза в год. Весной и осенью. Тренировки постоянные. Закрепляется знание личным составом. И с условиями, приближенным к боевым, отрабатываются определенные тактические действия, стрельбы, автоматическое оружие, стабильное. И находимся здесь круглосуточно. Живем в палатках, то есть в полевых условиях. Следующий этап – метание гранат. Боеприпасы не учебные, настоящие. Поэтому техника безопасности на первом месте. Ручная граната наступательная. С ней бойцы идут в атаку. Радиус поражения – 25 метров. Сегодня ее бросают из укрытия, из соображения безопасности. Но в реальных боевых условиях все происходит на ходу. Когда тренировки закончились, бойцов встречает полевая кухня. Учения сотрудников Самарского ОМОНа продлятся до конца недели. Бывшего вице-президента Волга Камского банка Олега Назарова оправдал Ленинский районный суд. Его обвиняли в злоупотреблении, полномочиями и мошенничестве. Напомню, банк лишили лицензии 4 года назад. По данным на май 17-го, долг перед кредиторами составил почти 6 миллиардов рублей. При этом некоторым из них к тому времени уже выплатили в общей сложности 733 миллиона. В 2014-м на Олега Назарова завели уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями», а позже и по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Во время судебного следствия защита сообщила, в материалах дела есть расходные ордера, которые обвиняемый не подписывал. Их свыше 30-ти. По мнению адвоката, на документах свою подпись ставил другой вице-президент. Также представитель защиты отметил, к той сфере деятельности в работе Волга Камского банка, через которую были выведены активы, подсудимые отношения не имел. Поэтому совершить преступление не мог. Мошенники из Самары обворовали российские магазины на 500 тысяч рублей. В серии «Краш» подозревают двоих мужчин. В числе пострадавших – жительницы Томска и Новокузнецка. Женщины работают в торговых павильонах. По словам одной из них, в разгар рабочего дня ей позвонил некто, представился директором и попросил перевести выручку на определенный номер. Продавец волю лженачальника исполнила. Похожа ситуация и у второй потерпевшей. Как считают следователи, такую схему мошенники отрабатывали по всей стране. Под видом директоров они осуществляли звонки в торговые объекты, в основном мелкие, розничные, где просили сообщить им, какая наличность находилась на момент звонка. Соответственно, узнав, какая сумма находилась у продавцов, они просили перевести на абонентские номера, что, соответственно, граждане и делали. В ходе проверки полицейские выяснили, звонки поступали из Красноярского района. Злоумышленниками оказались двое жителей Самары. Если один из них ранее к ответственности не привлекался, то второй ступил на тропу мошенничества, едва освободившись из колонии. Сидел за незаконный оборот наркотиков. При обыске в их квартире силовики нашли несколько телефонов, 30 сим-карт и банковские карты. Предположительно, своих жертв мошенники искали через интернет. Общая сумма ущерба сейчас оценивается в полмиллиона рублей. Следствие продолжается. Просьба «дать закурить» стала причиной жестокой драки в Тольятти. Полицейские задержали мужчину, который, предположительно, избил человека. Как все случилось, зафиксировали камеры видеонаблюдения. По версии следствия, трое молодых людей выпивали возле жилого дома. И когда из подъезда вышел мужчина, они попросили у него сигареты. Их у него не оказалось. Этот факт разозлил одного из нетрезвой компаний, и он набросился на мужчину с кулаками. В результате, пострадавший с множественными переломами, попал в больницу. В ходе проверки полицейские задержали молодого человека, который уже был судим за кражу. Недавно вышел из тюрьмы. Во время обыска в квартире подозреваемого стража порядка нашли куртку с пятнами бурого цвета. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Две тысячи миротворцев приняли участие в учениях в Самарской области. Военнослужащим предстояло оперативно добраться до назначенных районов, примирить конфликтующие стороны, а также обеспечить охрану и оборону важных административных и промышленных объектов. Кроме того, миротворцы сдали нормативы по строевой, военно-медицинской и физической подготовкам, а также вождению боевых машин. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин